Приготовил рыбу, желей из рыбы для них. Надо же иногда не только мясом кормить, но еще и рыбой. И поэтому все мясные продукты были съедены, все, которые были зарыты, желей из рыбы никто не ест. Да, вот Макс сказал, что не будет. Лелый вообще на меня смотреть не хочет. Ну, сейчас посмотрим, чем занимается у нас Алиса в этот момент. Сегодня, кстати, второй день только как солнце. И тепло. Для этого было холодно. И вот Алиса как подсолнух перемещается за солнцем. То есть она сейчас вот здесь. Привет. Сейчас чуть-чуть ты тоже, да? У тебя тоже ощущение того, что я тебя рыбой накормил. Рыбу никто не хочет. Никто из животных не любит рыбу. И этот подсолнух сейчас, как солнце будет уходить, перемещаться, она тоже будет за ним перемещаться в другое место. То есть она отсюда пойдет туда, потом туда, потом туда, туда, туда. И уйдет на задний двор. По крайней мере, вчера было именно так. То есть она вот так вот весь день валяется и перемещается за солнцем. Так что лисы и цветом, и повадками тоже похожи на подсолнухи. Особенно лисы, которым не надо искать еду. Все, валяйся. Вот, посмотрите на этого шнурочка. Размером с кошку. Шваброчка. Оп. Эй. Не хочет разговаривать. Ушла. Ушла в сарай. Говорит, буду сидеть здесь. Среди колес. Но она не приболела. С ней все хорошо. Ночью она активная. Ночью бегает. Как заводной апельсин. А днем вот так, в таком состоянии, спит. Сейчас к вечеру опять будет активничать. Когда солнце зайдет. Да, да. Кто спрашивал про ошейник. Да, вот это ошейник от Блох. И лиска сейчас не мучилась. Чтобы они ее не мучили. Я на нее одел. И на собак. Все, идти. Ты будешь лежать. Все, она будет лежать. Я могу быть свободен. Это уже, как вы видите, совершенно другая локация. Природа приходит в себя. Начинается зелень. Человеки. И, конечно же, Алиса. Я думал, она утром звала меня поиграть. Там, типа, еще что-то. А она нет. Она звала меня с утилитарной целью. В холодильник залезь. Курицу достань. А дальше я буду валяться в батоннице. Вот чем, в принципе, и занимается, как вы видите. Ты не очень рада, что я пришел? А как вы отдыхаете? Я не напрягаюсь. Вот это вот. Как раз про Алису. Так. Какие дела? А, куда ты зовет? Куда идем? Ночная леса очень забавная. Куда? Что? У. Нет, никуда не идем. А, тут ты сидишь. Ай-тя-тя-тя-тя. Ну вот, при свете дня, при свете фонаря, можно тебя поснимать. Ай-тя-тя-тя-тя-тя. Чисайбильный, Элиса. Чисайбильный. Глажка лисы. Пять минут продлевает один день жизни. Просмотр я имею ввиду. А сколько сама глажка продлевает? Оооо. Ай-тя-тя-тя. Ай-тя-тя. Нирбанная лиса, бутыржак Подсматривает Называется Что-то я давно Не вылезала к людям Как-то даже Меня не гладили, не чесали Надо Задняя лапа Восполнить Чесательный пробел У меня наверное бы получилось Инструкцию написать Как чесать лису Как вы думаете Тоже бабочки какие-то Вечерние летают Лис у тебя на усе бабочка Ну все, пошли Итак, все по порядку Рассказываю историю Значит, вчера Были замечены Две, точнее три Бельчонка Которые вышли Из своего гнезда И упали вниз И вот тут вот как раз В средстве дезориентации Они были Они вот с этого дерева Там, соответственно У них Дупло Причем не одно И там уже белки были Неоднократно Так в итоге Вот они Они Два этих прохиндея Они пришли в себя Им теперь хорошо Все, все, все Иди сюда И Все Вчера У одного был Разбит У одного была разбита Разбит нос Вследствие падения Второй тоже был Вторая Была Дезориентирована Сейчас Ой, ой, ой Куда ты поскакал Сейчас Вот Одна была на одном дереве Другой Соответственно На другом Где ты уже И вон Белки пришли в себя Видите И все Лезет Наверх И вторая Тоже Я думаю Что они уже В таком возрасте Достаточно Большие Сами едят Где ты Уже не видно Даже А, нет Вот он Все Ругаться Перестали Все хорошо От меня Скрываются Как вы видите Могу телефон Так назад Поставить Чтобы вы Увидели